Проверить свою силу и ловкость сегодня смогли участники третьего зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне». На соревнованиях собралось больше 130 спортсменов из города и области разных возрастов. О том, как проходили испытания, наш сюжет. Регулярно ходит на лыжах, спортзал бегает. Именно так держит себя в тонусе спортсмена Слободского района Евгений Поросей. Несмотря на то, что на зимнем фестивале ГТО мужчина впервые, норму по своему возрасту в упражнениях на пресс выполнил. Но, как говорит сам, еще есть к чему стремиться. Держать себя в тонусе, не соответствовать молодежи, которая сидит в интернете, просиживает все свое личное время. Не хочется подобаться вот этому, скорее всего, хочется двигаться. Всего на зимний фестиваль ГТО приехали больше 130 участников. Все они, а это 15 команд из города и области, борются за победу. Для них главное, говорят, не выполнить норматив, а набрать наибольшее количество баллов. Но за результатом на соревнования приехали не все старшему поколению. Захотелось вспомнить свою юность. Когда мы были в таком возрасте, в котором наши внуки, мы обязательно сдавали все комплексы ГТО. Потому, когда это все возродилось, мы рады за современное поколение. Я живу полной жизнью, везде участвую, стараюсь участвовать, везде с молодежью. Это все так красиво, так интересно. Надо всегда участвовать, наверное, и быть в тонусе. Конечно, все это подтягивает. Это молодеем, хорошеем, не стареем. Всего нужно пройти пять испытаний. Прыжок в длину, отжимания и подтягивания. Упражнения на пресс, наклоны стоа с прямыми ногами на гимнастической скамье. Затем организаторы посчитают баллы и выявят победителей как в личном, так и командном зачете. Все, кто здесь принимает участие, это участники, которые уже принимали участие в комплексе ГТО, уже получили золотые знаки отличия, показали лучшие результаты в своих районах, в своих муниципальных образованиях. И теперь они, так сказать, борются за звание лучшего здесь, вот на этом фестивале. Любые соревнования значимы для развития спортивного духа. А это как один из таких этапов подготовки от перехода от массового спорта к спорту более такому профессиональному, нацеленному на результат. Лучшие участники войдут в областную команду, которая в августе отправится на Всероссийский летний фестиваль ГТО. Анна Стефаненкова, Алексей Зырянов, Бюро новостей до вечера.